Мы сейчас последовательно с вами будем от легенды переходить к истории. Историю пишут не победители, а те, у кого больше денег. У нас есть целый институт славяноведения, который тоже не занимается ничем. Шотландцы ведут свой род от великих скифов. Получается, что Артур был потомком славяно-скифа. Из этих азиатских скифов в Европе произошли голландцы. Их еще называют сарматами или русскими. Кельтские варны, то есть это социальная стратификация, она имела три цвета. Белый, синий и красный. Если мы пойдем по флагам, то это российский флаг, это голландский флаг, это французский флаг, это сербский флаг. Артур составил план завоевания всей Европы. Согласно источникам, у нас получается, что скифия растиралась от Владивостока до Лиссабона. Всем добрый день. У нас телемост с Голландией, на другом конце которого Ольга Семенова Роттердам. Историк, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами сегодня, по сути, в общем-то, ну, некое событие отмечаем. Мы издаем вашу книгу. Хотите, закулисно вам расскажу, как я вел переговоры по книге? С удовольствием. Я практически всем говорил, что пока вы дождетесь, когда в Голландии появится второй славянский историк, который читает книги на древнеголландском, пройдет еще лет 150. То есть, поэтому надо делать, пока не поздно. Хотя бы ввести это дело в историографию. И, в общем, собственно, мы там все напряглись и сделали. Как бы книга готова, она выходит со дня на день. Поэтому мы в качестве анонса решили записать передачу, которая является, давайте такой термин использую, спин-оффом к истории о славянских корнях Европы, о короле Артуре. Я вот, в свою очередь, тоже выведу некоторую картинку, потому что она является действительно для, например, британцев, эта история является сакральной. Вот эта вот красивая картинка, она представляет из себя Гланстонберри, в аббатстве которого якобы Иосиф Аримофейский туда привез святой Грааль. Еще до того, как в 12 веке, это легенда, монахи осушили окружавшие воды этого холма, они там обнаружили как раз саркофаг короля Артура. А остров до этого считался тем самым Авалоном, где жили его сестра, фея, где жил его там наставленник Мерлин, для которых это место как раз было порталом перехода в другую реальность, откуда они черпали знания, наоборот, о нашей реальности. Более того, это менее раскрученное место, чем, например, Стоунхендж, но считается, что там спрятана чаша Грааля, и там есть, опять же, вот я на снимке покажу, что есть два источника, из которого течет белая вода, а из другого красная. У христиан английских есть своя история о Иосифе Ремофейском и с чем это связано, у британских язычников есть другая история, что это все дохристианское, но тем не менее одни и вторые крайне там почитают это место. Более того, в этом месте в 1921 году, скажем так, осенило, такое бы я слово назвал, потому что он сам его использовал это слово, то есть у него появилось некое озарение. Альфред Уоткинс, британский археолог, пребывая там, неожиданно понял, что всю землю пронизывают некие световые линии, я вот рассказываю, потому что его тогда высмеяли, хотя он это пытался и публиковать и так далее. И одно из мест, где соединяются там световые линии, как раз является Гланстонберри, где якобы проживал там король Артур и все остальное. Это легенда. Мы сейчас последовательно с вами будем от легенды переходить к истории, которая, скажем так, я же называю темные века, их там темные, потому что про это ничего не известно. Вот мы их будем там потихонечку озарять, как это было у археолога Альфреда Уоткинса. Спасибо, вот это мое такое вступление. Ну вот эти два источника очень напоминают славянскую живую и мертвую воду. Ну действительно, давайте перейдем к вам с вами от каких-то легендарных вещей к более конкретным источникам, доказательствам. И да, расширим немножко тему. Действительно, истинное прошлое короля Артура и истинное прошлое, оно жаждется на том, кем были предки короля Артура и более узко, кем мог быть или был отец короля Артура. То есть родословное легендарного короля Артура. И построим мы сегодня нашу беседу так, тоже в сказочной форме немножко, потому что, раскрывая нашу тему, нам придется цепляться цепочечкой, значит, одну за другое. И попробуем мы сделать так тоже в сказочном варианте, как я только что сказала. Найдем сначала то волшебное дерево, которое с золотой цепью мудрым котом, на котором висит ларец. Из ларца достанем зайца, из зайца утку и яйцо. И в конце концов скроем истинную историю, историю короля Артура, ну а между прочим и нашу общую с вами историю. Начнем мы поиск вот этого дуба, основу, вот этого фундамента, на котором будет строиться наша сегодняшняя беседа, с двух голландских хроник. Эти хроники совершенно неизвестны отечественным историкам и, более того, не переведены, безусловно, на русский язык. Поэтому, в общем-то, сегодня вы будете, друзья, знакомиться совершенно новыми источниками, новым материалом. Эти две хроники называются Катендайская хроника и Гаутская хроника. Значит, Катендайская хроника, самая древняя, относится приблизительно к 1420 году. И она была составлена для супруги одного из правителей местных земель. Сейчас она находится в частной коллекции в семье Катендайка, отсюда ее название. И с середины прошлого года эту хронику хозяева, скажем так, передали Голландской королевской библиотеке, где она сейчас и находится. Эта книга никогда не печаталась. Она находится исключительно в дигитальном, отцифрованном виде. И я вам буду сейчас немножко показывать из нее скрины, чтобы вы имели представление с подчеркнутыми или обведенными ключевыми словами. Вот приблизительно так она выглядит. Это ее обложка и внутренняя сторона. И я сразу начну цитаты из этой книги. Цитата первая. Они остались жить, так как это было место у воды. И построили там замок, что Слаффенбюрг назывался. Рядом со Слаффенбюргом стоял большой лес. И это было первое завоевание Голландии. На скрине вы также можете видеть основные ключевые слова. Слова Слаффенбюрг и первое завоевание Голландии. То есть Катандайская хроника утверждает, что Голландия появилась как Голландия именно с того момента, как на этих землях появились великаны и гиганты, которые построили город Слаффенбюрг и назвали этот город в свою честь. Но отмечу, это очень важно в дальнейшей нашей беседе, что изначально, первоначально они оказались в земле Фризов, чуть севернее реки Мас из современного истока Рейна. Скорее всего, это был так называемый Аудерейн, Старый Рейн. Сейчас это небольшая речушка, которая находится чуть севернее, вот в землях современных, так называемых, современных Фризов. Дальше по тексту идет следующее, перевожу. И этим народам, что из тех земель Альбион были изгнаны, с этого народа началась Голландия, как это стоит записано, и они звались долгое время славянами. Опять же, скрин у вас на экране. То есть, наш дуб, это та основа, на которой будет жиждиться стоять наш ответ по поводу того, кем были предки или кем был предок, предки тоже, в общем-то, правильно будет, легендарного короля Артура. Итак, в устье реки Мас, Рейн, поселился народ, который назывался славянами, и они оказались в некотором родстве с тем народом. Пока мы говорим о некотором родстве, а потом мы эту тему расширим. С людьми, жившими на севере от реки Рейн, с людьми, которые получили позже название имя Фриза. И они, соответственно, построили город Слаффенберг. И еще одна цитата из этой книги, последняя, и мы перейдем к следующей хронике. Дорогие друзья, то, что вы видите, это всего лишь короткий ознакомительный фрагмент, который мы можем показывать даже на Ютубе, не опасаясь запрета. И этот народ славяне был очень связан, привязан к недерсасам или фризам. И эти народы умножились, то есть говорится, что они вместе уже умножились, будучи ставши одним народом. И одна часть из этого умножившегося народа переправилась и заселила часть земель, что теперь Южная Голландия зовется. А другая часть отправилась в те земли, что теперь Нидерланд фон Геллера называется. И этот народ, что заполнил Геллера, называется Вилтами. Вот на этом скрине вы видите такие ключевые слова, как Слаффенберг, Слаффен. И в самом конце введено слово Вилты. Значит, Геллдерланд – это герцогство, которое просуществовало до 1543 года. Сейчас у вас на экране карта Голландии. На этой карте вы видите стрелочкой помечено место, где был основан город Слаффенберг. Его сейчас не существует, но существует до сих пор город Флардинген, в котором до сих пор есть улица, которая так и называется Слаффенбрюхт. И, в общем-то, недалеко находится город Роттердам. Кому это интересно. Синим обведены северные территории, те территории, которые занимали потом Фризы. На восток – это красным герцогство Геллере, современная Геллдерланд. И красным обведен юг, юг Голландии. Хочу обратить внимание, что на этой карте юг Голландии занимает значительно больше территорий, чем современная Зиотхолланд провинция. Дело в том, что раньше в территорию Голландии входили и земли, принадлежавшие сейчас Бельгии, и маленький кусочек Северной Франции, то, что сейчас называют Фландрия. То есть Фландрия входила раньше в территорию Германии. Ну, кто знает, фландрийцы говорят, в общем-то, на голландском языке. То есть вот тот народ, объединившийся, который в итоге разделился и стал славянами и вилтами, вот этот народ, вилты ушли именно на юг от Рейна и Маса, заселили эти земли и тоже являлись потомками тех славян, которые сюда прибыли с Альбиона и основали город Слафенбюрг. Это очень важно. Вы поймете, друзья, почему дальше. Хорошо. Зориентируемся в датах. Даты будут такие. В этой же хронике цитата. И этот король Брутус, который завоевал Альбион, умер в третью эпоху мира, когда в Израиле судьей был Хелий. Ну, один из еврейских судей. И было это в 1135 году до Рождества Христова. И был он похоронен в Лондоне, который тогда Трой назывался. Ну, Новая Тройя. Итак, нам дана четкая дата, 1135 год. Практически это первое упоминание о славянах. Не VI век, не греко-римские историки, да? А 1000, то есть XII век до нашей эры. Вообще первейшее упоминание об этих людях и на самом крайнем западе Европы. То есть крайнее уже дальше просто быть не может. Там уже океан и Америка. Так, переходим к следующей хронике, Гаутская хроника. По хронологическому порядку она стоит следующей. Написана, ну никак не написана, самая древняя сохрапедневшаяся рукопись на 20 лет моложе Катандайской хроники, где-то 1440 год. Напечатана она впервые была, ну, буквально только печатный станок изобрели. Эту книгу сразу же напечатали. Но при этом, значит, несмотря на то, что ее уже начали печатать, сохранилось еще 50 рукописей. То есть ее продолжали переписывать от руки, настолько эта книга была популярна. На экране у вас сейчас скрин с уже печатного издания «Аудехаутшекроникан» 1668 года. Но я вам буду потом показывать скрины с более старой рукописи, с переводом и выделенными словами. Мы на нее будем очень много опираться. Но мы уже как-то с Дмитрием говорили насчет того, что славяне-то, в общем-то, на территории западной края, незападной Европы уже были известным российским историкам. То есть, скажем так, я не первый, не единственный ученый, историк, переводчик, которая нашла их в определенной исторической литературе. Самым первым об этом говорил Александр Гельфердинг, российский ученый, историк. Его портрет у вас на экране. Немец по происхождению. Наверное, это и дало ему возможность читать эту рукопись в оригинальном. О чем я говорю? Ему в руке попалась какая-то голландская хроника, рукопись, которую он процитировал в своей книге. Я тоже сейчас дам цитату из Гельфердинга, чтобы вы понимали, что уже в XIX веке российские ученые знали, что существовали славян на территории, Рейна, но почему-то не восприняли эту информацию серьезно, а очень зря. Цитата из Александра Гельфердинга. Кроме того, есть голландская летопись, которая очень часто упоминает о поселениях славян и вилтов между Фризами и Нижними Саксами в Северной Голландии и Гельдаре и о постройке около Утрихта славянской крепости Вилтенберг. Эта летопись составлена в XV веке, но без сомнения основанием для нее послужили народные предания по вере и отчасти древние памятники. Замечательно в его рассказе, рассказе летописца, что голландские славяне обитают там с самых древних времен и хотя воинственны, но живут в ладу с окружающими Фризами и Саксами. И дальше вообще потрясающая фраза. Эти три народа избирают себе общих вождей и славянский город Вилтенберг, напомню, Утрихт, является у них как бы столицей. Король франский Дагоберт в начале VII века покорил Фризов и славян-вилтов, разрушил Вилтенберг и назвал его Троектум, а затем Утрихт. Пипин-Герестальский, полностью подчинив своей власти Славонию и Голландию, превратил их в область, которая получила название Восточной Франкии. Опять упоминание славян, упоминание Утрихта, как славянского города, но здесь, пожалуй, наиболее интересна будет фраза, что Пипин-Герестальский полностью подчинил своей властью Славонию. Что же за такая Славония? Вот мы возвращаемся к гаудской хронике, у вас на экране скрин, именно с этой фразой, где написано, что Пипин захватил территорию или земли, которые назывались Славарнайн, вот, и переименовал эти земли в Восточную Франку, и что теперь Голландия зовется. То есть, на территории Голландии не просто жили славяне, более того, эти территории назывались Славония или славяне. Ну, в зависимости от директа, буква А, О, менялась местами. Таким образом, мы с вами вычленили основу, наш дуб, наша, та основа, на которой строится наше повествование. На территории Западной Европы жили люди, называвшиеся славянами, построившие город Слафенбюрг, имеющие территории названия своих земель Славония, которые жили в братстве и дружбе, и родстве с окружающими их народами. Более того, эти народы были не какие-то там с неба взятые, а, например, вилки были родственниками непосредственно славян, о чем говорится в наших хрониках. А фризы, в общем-то, тоже имели родственные отношения со славянами, ибо именно на их территориях, на их землях в свое время высадились беженцы с Альбиона. То есть эти люди породнились между собой и фризы являли собой тоже такая смесь местного населения и прибывших к ним славян. Идем дальше. На дубе у нас ларец. Давайте мы его откроем. И в этом ларце мы найдем кельта. Вот не удивляйтесь, кельты имеют непосредственное отношение к нашей теме. Даже самое, что на ненависть непосредственное. Ибо кельтами стали, точнее, этим словом греко-римские историки стали называть местное население. Местное население, которое изначально являлось и называлось скифами. Вот такой удивительный парадокс, удивительный факт. Об этом есть множество свидетельств. Сейчас я вам приведу их, и вы поймете, что это не шутка. Есть такой замечательный голландский историк Маттеус Смоллиганга. Его книга титульный лист на экране. Она вышла в 1700 году. Смоллиганга был страстным исследователем-коллекционером исторических подробностей, писал свою историю в Зеландии практически всю свою жизнь. Как помечает информационный источник, он умер неженатым, ибо все время был занят поисками материала. И надо сказать, что нашел он потрясающий материал. Его книга «Хроника Зеландии» это просто кладезь знаний, но нам в этой книге важна другая информация. У вас на экране скрин. Я подчеркнула основные слова и даю вам сразу перевод. Значит, он звучит так. Народы Италии не являются такими же, такими уж старыми, в то время как Скайтен Форхет Рекендор Келтен, в то время как Скифы, прошедшие путь дальше, как Кельты пересекли Альпийские горы и заняли территории, и этот народ будущий итальянцы стали называть аборигенами. Попробую перевести на современный русский язык. Итак, Кельты, которые, значит, Скифы, которые потом стали называться Кельтами, пересекли Альпийские горы, заняли территории ну, получательно, Северной Италии, заселили эти земли, а потом пришедшие туда римляне, латины уже в более позднем понимании, встретившись с этим народом, назвали их аборигенами. Ну, кто не знает, абориген, это тот, кто местный, да, аборигены или альбориги, чтобы напрямую связывать нас с островом Альба, это и есть потомки Скифов, которые пришли на эти территории. На следующей странице Смолиганга пишет следующее, цитата, Скифы, ставшие кельтами, а теперь, так, это кимбры, значит, Скифы, ставшие кельтами, а ныне известные как кимбры, заселили все территории, известные как Фрисландия, Голландия, Зеландия, Брабет и Фландрон. То есть, мы опять говорим о том, что Скифы, известные как кельты, заняли, завоевали, стали жить на территориях, которые непосредственно примыкают к Северному Мудрую Атлантическому океану. И опять у нас речь идет о Скифах. Но Смоллиганга был не единственным историком, который писал о кельтах, как о Скифах. Есть еще такой замечательный фландрийский историк Маркус Фан Ваернивай. Он работал практически в те же года, конец 17-го, начало 18-го веков. Он написал книгу «История Бельгии». И на известных ему фактах, в частности, он цитирует Помпея Трога в своей книге, он продолжает и дает приинтереснейшую фразу. Он говорит, цитата, «Скифская империя возникла спустя 131 год после потопа». Это, к слову, о том, какая цивилизация древнее, египетская или скифская, чем ломают многие историки копья. Еще один историк, уже француз, Симон Пелутье, его портрет на экране, священнослужитель, но особенность заключается в том, что он был избран библиотекарем Академии наук в Берлине. То есть у него был прямой доступ к источникам. Он тоже написал обалденно интересную книжку. В 1740 году выходит его труд «История кельтов» и особенно о галах. Галы и кельты это одно и то же, это просто разное название одного и того же народа. Особенно о галах и германцах от сказочных ремен до захвата Рима галами. То есть древнейшая история исконного местного населения. И вот буквально на первом листе, на первой главе, опять же у вас в скринной экране подчеркнуто, написано, цитата, «Кельты были частью древних скифов». Все. Более конкретно, корректно и доступно, трудно сказать. Итак, кельты были частью древних скифов. И дальше он пишет, чуть ниже в главе девятой древними жителями Греции были скифы. Но дальше нам интереснее даже продолжение этой фразы. Скифы, тот самый народ, который впоследствии получил название. Дорогие друзья, это был ознакомительный фрагмент. Посмотреть полную версию данного выпуска вы сможете, перейдя по ссылке в описании. Также обращаем ваше внимание, что снова стала возможна подписка из-за рубежа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова